Моя радость в феврале, когда Конор написал в твиттере Больше никакого мистер хороший парень Полностью перекрылась, потому что, как оказалось, эти слова означали совсем другое, чем я ожидал Друзья, с вами Страйкер, и сегодняшнее видео будет посвящено, как бы это странно ни звучало Последним новостям в мире ММА А точнее, очередному скандалу с Конором Макгрегором Не забывайте про лайк и комментарий с четырех слов, а мы начинаем, погнали! Начнем с того, что же произошло сегодня с утра, и потом обсудим все вытекающие моменты из этой темы Конор Макгрегор в данный момент проходит реабилитацию, восстанавливается после травмы ноги, и даже успевает тренироваться Если посмотреть на его форму, она неплохая Да, прошло не так много времени, но все равно И видимо, параллельно всему этому, Конору очень скучно, так он проехался по бойцам сегодня в твиттере И даже успел упомянуть отца Хабиба Первый твит звучал следующим образом Заполучить этот пояс, сразу плюнуть, отполируйте его для меня Очевидно, что Макгрегор не собирается оставлять мысли о чемпионстве в легком весе И из-за этого высказался подобным образом Ранее, после UFC 264, Дэна Уайт заявил, что сначала Парье подерется за титул А уже затем они проведут с Конором четвертый бой Вполне вероятно, что Мак может сразу получить чемпионский бой Второй твит Прыжок с гильотиной, это не тейкдаун Поглощение удара ноги в ногу, не является блоком Остановка доктором, это не технический нокаут Игра продолжается, сучки Вы все для меня муравинья моча Даже не деревенщина, муравинья моча А теперь возвращайтесь к своим стационарным влогерским камерам Начинающие бездельники Очевидно, что Конор обратился с такими словами Так не считать, что его поражение на UFC 264 было заслуженным Точнее, скорее всего, точно так же, как и многие его фанаты Конор считает, что должен был быть Non-contest, а точнее, не состоявшийся бой Но учитывая, что даже поединок Холла с Уайдманом Который едва успел начаться, был засчитан Как Теко из-за травмы ноги Третий поединок с Парье никак не могут сделать Не состоявшимся, из-за поражения Конора в первом раунде По судейским запискам 10-8 Конечно, есть вероятность, что он мог переломить ход боя Как Эливера в бою с Ченлером Или как он сам в бою с Мэндесом, но это можно лишь обсуждать И строить теории Ответа мы никогда не получим Еще один фит был посвящен снова же Жене Парье Прочь с моего директа Ответил Конор Вроде как фейк у страницы жены Дестина Но тут обсуждать мало что можно С уважением, которое они проявляли друг к другу После UFC 257 Все переросло в настоящую ненависть И обвинение со стороны Конора Джоли в том Что она изменяет Дестину Но самый трэш идет после Конор Макгрегор решил ответить спустя 2 недели на твит Хабиба Который он написал сразу же после поражения Ирландца Добро всегда побеждает зло Рад за Дастина, надеюсь, что ты станешь чемпионом к концу года Конор мог ответить как угодно, каким образом Но он выбрал самый жесткий ответ И самый лично, как по мне Потому что старший для меня И, надеюсь, для многих из вас очень важны Тем более, которые ушли из жизни Ужасный ответ Коронавирус добро? А отец зло? Это игра слов от Макгрегора Намек на то, что высказывание Хабиба в корне нелогичное Так, если бы всегда добро побеждало То таких ситуаций не было бы Правда, как говорится, Бог забирает лучших Но, блин, упоминать умершего отца Это же ужасно Многие могли подумать, что Конор сказал это утвердительно И как-то оскорбил отца Хабиба И нет, прямого оскорбления здесь не было Но, ребята, все мое негодование И негодование многих других людей состоит в том Что когда ты упоминаешь уже покойного человека То нужно вспоминать только хорошее об этом человеке Если Мак хотел сделать акцент на том Что фраза Нурмагомедова была нелогичной Можно было бы использовать любое другое сравнение И любую другую аналогию Объяснить как-то более развернуто Вот почему все негодуют И если бы сам Конор был уверен в правильности своих слов Он бы не удалил свои твиты И постарался бы как-то объяснить ситуацию Самое ужасное, что есть люди, которые могут это оправдать Безусловно, твит Макомедова тоже звучал странно Но его же можно понять У него с Конором настоящая ненависть И он будет всегда болеть против него Но есть рамки Национальность, религия, семья И, блин, умерший человек Тем более отец Эти рамки нельзя переходить Многие начали мне писать Иии, переобулся, ты же фан Конора А теперь его обсуждаешь Я понимаю, что это пишут дети Но из-за этого я решил сделать это видео Чтобы люди понимали, что это неправильный пример Настоящий адекватный фанат Не должен покрывать и оправдывать все грехи своего кумира Он наоборот должен быть первым Кто осудит его за неправильные действия Чтобы увидев бурную реакцию Тот понял, что он поступил неправильно Это же, блин, как родители с ребенком С точки зрения пиара и всей этой темы, да Конор теперь заставил всех о себе говорить Но с точки зрения морали и человеческих ценностей Маг закапывает себя все глубже При этом мы же знаем, как ирландец реагировал в самом начале Когда все это случилось Когда Абдулманап был в больнице Когда он умер Я напомню вам эти твиты Во время тяжелого положения Нурмагомедова старшего в больнице Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова Этот человек вырастил больше чемпионов мира в разных дисциплинах Чем мы можем себе представить Гений боевых искусств Я был опечален, когда услышал новости о нем Молюсь за семью Нурмагомедовых И уже после смерти Абдулманапа Магомедовича Потеря отца, тренера и преданного приверженца спорта Приношу свои соболезнования Покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов После всех этих слов Сегодняшние заявления Макгрегора выглядят крайне нелогичными Но в это же время это напоминает чем-то 2019 год Потому что снова почти все ММА комьюнити Обернулось против Конора Ровно так же, когда тот ударил старика в баре Его виски выливались в туалет Его интервью были задизлайканными Кстати, именно после этого мы увидели крутой камбэк от Макгрегора И также его новый образ Где он относился чисто с уважением к Дональду Сироне Кто знает, может нас ждет повторение истории Так как самым логичным вариантом является Возвращение Конора в январе или феврале Но в это же время непонятно, что теперь будет делать Макгрегор Когда он ударил старика в баре Он просил прощения перед ним и перед всем миром Сейчас он просто удалил свои твиты Почти сразу же после их публикации Я лично сильно опечален такими действиями от Конора Самые жесткие моменты, которые меня расстраивали Это удар старика в баре Потом оскорбление всего народа на пресс-конференции в Москве А теперь это Ну блин, таким действием нет оправдания У нас у всех есть родители, которые нам всем дороги Я не понимаю, какое сейчас поколение растет Я хоть и сам достаточно молод, но я рос в такой среде Где за каждое слово нужно было отвечать И что-то говорить про родных Или тем более родителей Было зашкварным Теперь же люди готовы оправдать все, что угодно Надеюсь, что среди моих подписчиков Большая часть именно адекватных фанатов Конора Если же нет, ничего страшного Каждый, кто думает, что задевать умершего отца Это нормально Можете ставить дизлайк и отписываться от канала Прикол в том, что у самого Макгрегора умерла тетя от этого ковида И делать такую аналогию, ну хрен знает Как же сложно, блин, быть фанатом Макгрегора Осуждаешь, пытаешься говорить, что он ведет себя неправильно Ты переобулся Защищаешь, говоришь, как он тебе дорог Ты фанат Чикина, ты дрочишь на него Эх, надеюсь, что все-таки у тебя все скоро нормализуется, чемпион И мы увидим тебя в добром здравии И с хорошими боями Мне очень печально и больно смотреть на такие вещи Но, видимо, Конор решил взять на себя роль полноценного суперзлодея Как в свое время Майк Тайсон Напомню, Майк тоже упоминал умершего родителя А точнее перед боем с Бастером Дугласом Тайсон обещал, что отправит Бастера к его мамочке Мать Дугласа скончалась перед этим боем Но пообещала всем, что ее сын побьет Майка В тот вечер Бастер нанес Тайсону первое поражение в карьере Многие называли меня безумцем Что я сравниваю Майка и Конора Но их пути и карьеры очень похожи Хотелось бы закончить ролик строчкой из книги Железного Я всегда хотел быть злодеем А не хорошим парнем Злодея будут помнить Даже если он не сможет призвать героя Хотя герой убивает его Именно злодей делает героя героем Злодей бессмертен Кстати, хотели бы ролик Про аналогию Тайсона и МакГрегора Давайте наберем 5к лайков на этом видео Я постараюсь что-то придумать А что вы думаете об этой ситуации, друзья? Давайте обсудим в комментариях Друзья, есть просьба Загляните, пожалуйста, в мой инстаграм и подпишитесь Там реально достаточно интересно В историях актуальные новости мира ММА Мои реакции и мемчики Мы там проводим прямые эфиры И я по возможности стараюсь Отвечать на сообщения в директ Если вы, конечно, не безмозглый хейтер Таких я отправляю сразу ЧС Извиняйте В общем, ссылка в описании Жду вашу подписку Ну что же, дорогие друзья А на этом наше видео заканчивается Если ролик вам понравился То, пожалуйста, поставьте лайк Подпишитесь на канал И поделитесь видео с друзьями До скорых встреч Увидимся в следующих роликах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok